Популяцию сибирского осетра спустя почти полвека возрождают в реке Иртыш. Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях планомерно зарыбляют русло. Для лучшей приживаемости в верховьях Иртыша выпустят более 500 годовалых окрепших особей. По оценкам ихтиологов в ближайшие 8 лет они дадут потомство и разнообразие от речной ихтиофауну. В масштабах Казахстана сегодня не больше трех крупных осетровых ферм. Восточно-Казахстанская сегодня обеспечивает и кровь всю страну. Здесь созданы условия замкнутого водоснабжения с круглогодичной температурой до 23 градусов. Так осеты растут вдвое быстрее. Поголовье превысило 5000 особей. Их закупят предприятия природопользователи. В регионе кардинально пересмотрят систему зарыбления рек и водоемов. Дело государственной важности. Миллиорация земель. За пятилетку с 2021 по 2025 годы в сельхозоборол будет введено в два раза больше земель, чем в предыдущую. Каждый кулачок должен использоваться на благо страны. Это требование президента. Сегодня без малого 40% угодья осушены активно используются. Здесь производится треть сельскохозяйственной продукции и более половины кормов. По сути, это золотой фонд государства и продовольственная безопасность. Для сохранения этой территории продолжается реконструкция миллиардных сооружений, закупка новой техники, в помощи современной технологии, беспилотники и 3D-снимки. Сейчас задача не только сберечь, но и постепенно расширять площади плодородных земель. Около 300 семей коренного населения Куна были вынуждены покинуть дома из-за того, что их остров у побережья Панамы тонет. Это происходит из-за повышения уровня Мирового океана. Теперь для 1350 человек возвели жилый квартал из 300 домов, окруженный зелёным лесом. Но всё же многие индейцы рады, что переезжают. Здесь условия комфортнее. В докладе за 2021 год говорится, что при нынешних тенденциях к концу века уровень Мирового океана может подняться более чем на метр. По данным ООН в Латинской Америке и Карибском бассейне, 41 миллион человек живёт в низменных районах и сталкивается с растущими рисками из-за наводнений, штормов и ураганов. Италия оштрафовала мета на 3,5 миллиона евро за незаконный сбор конфиденциальных данных пользователей. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы страны. Компания обвиняет в том, что при регистрации в социальных сетях Facebook и Instagram пользователи не информируют об использовании их персональных данных в коммерческих целях. Кроме того, управление установило, что техногигант не указывает, каким образом принимает решение о блокировке учётных записей. Компании предоставили 30 дней, чтобы оспорить постановление.